Ход на стадион бесплатный. К таким акциям ульяновский болельщик уже начинает привыкать и бьет рекорды посещаемости на матчах чемпионата России. На очередном из них поддержать футбольную «Волгу» пришли более трех с половиной тысяч ульяновцев. Болельщики супер, конечно, очень приятно. Дай бог, выйдем повыше, будет полный стадион уже. Пока же волжане бьются за выход в ФНЛ и занимают первую строчку в турнирной таблице. Однако на этом пути не столько розы, сколько шипы от соперников. Вот и очередной из них – Новосибирск. Ближайший преследователь и конкурент в борьбе за единственную путевку на повышение в классе. Мы идем за вами по следам. Вы от нас убегаете, мы вас догоняем, поэтому вы бойтесь нас. В первом тайме надо было бояться одного из главных сибирских голеодоров – Максима Житнева. Но как ни старались, удержать его не смогли. На 25-й минуте он убежал от ульяновских центральных защитников и забил гол, порадовав единственного болельщика Новосибирска, который добрался до Ульяновска. Тем временем в перерыве на разминке полузащитник «Волги» Руслан Махмутов пробует себя в роли вратаря. Выходит, не очень хорошо. Ему бы в поле и самому забивать голы. Но тренерский штаб пока держит Руслана в запасе и выпускает его только в середине второй половины. Мы специально планировали, потому что когда соперник подустанет во втором тайме, он добавит тампа. Мы изначально проговорили с ним, что будет так. С выходом Махмутова и еще одного Руслана – Тутаева. Хозяева ускорили игру. Гости поплыли. Очередной угловой стал для них роковым. Махмутов подал от флажка, легкое касание от Алексея Каштанова, и Илья Максименков затолкал мяч в Новосибирские ворота. В итоге ничья – 1-1. Я считаю, должны были побеждать. 2-3 момента не 100% точно надо было забивать. Стандарт во втором тайме и все. Что инициативу отдали, но это такой план на игру был уже. Эта ничья сохранила для «Волги» первое место в турнирной таблице. До конца сезона осталось провести 6 матчей. И следующий из них – 30 апреля в Оренбурге. Михаил Ирсашанский, Александр Кудряшов, Управда ТВ.